Ребята, всем привет! У меня сегодня вот такая вот труба в руках и вторая посылочка. В трубе я помню, что такое, поэтому давайте начнем мы вот с этой, с первой посылочки быстренько, глянем, что такое, и я вам покажу свою трубу. Моя труба. А, ну мне прислали из Китая упаковочного материала. Точно, да? Точно упаковочного материала прислали для посылок. Чтоб он у меня был. Шучу, конечно, здесь какая-то еще. Еще и пенопласт прислали, кусочек. Да, главное все так. А, ничего себе, она пришла! Она еще стеклянная, правда? Такой вот, короче, я пузырь заказывала. Заказывала его уже очень давно, он, наверное, в ноябре, еще даже, или в самом начале декабря. В общем, уже давно он должен был мне прийти, я, наверное, в ноябре его заказывала. Сейчас я посмотрю, есть ли тут какая-нибудь дата. Наверное, я думаю, что ее здесь нет. Может быть, просто потому, что без всяких трек-номеров, если смс-ку никакой не посылали. 6 января дата почты стоит нашей. То есть, к нам пришел 6 января, мне вот выдали в конце января. И это такая, типа, подвесная ваза, что ли, для цветов. Сюда можно цветы вставлять. Да. Клевая покупка. Вы так не считаете, да? Я не знаю, куда я буду подвешивать и какие цветы. Мне кажется, тут в такую вазу можно вставить только какие-нибудь первые вот эти математичьо-желтенькие цветочки, которые распускаются вообще, просто идеально подойдут. Но почему-то тут для двух цветков, хоть бы для трех сделали для приличия. Или пять там дырочек сделали. Реально так запаковали вот эту вазу. Мне кажется, я уже за нее даже деньги вернула, потому что очень давно она у меня была заказана. О, слава. Ну ладно, пришла и ладно. Хорошо, посмотрим в дальнейшем, что можно будет с ней сделать. Ну, такая интересная вещичка. Но я думала, конечно, что она разипов-два будет в объеме побольше. Но неважно. Ссылочку я оставлю. Вы посмотрите, как там у китайца она изображена. Может быть, вам тоже понравится. И такую же штуку захочется себе поймать. Почему вы и нет. Всякие китайские штуки нам крайне важны и нужны. И здесь у меня... Пара-па-пам. Я заказывала наклейку. Я вам даже в видео показывала ее, что я ей хочу заказать. Ааа, мне прислали меч из звездных войнов. Как там называется? Световой меч. Такой вот классная штука какая. Надо еще придется. Придется еще одну такую наклейку заказать, чтобы второй такой же был. Шучу. Наклейка. На этой наклейке написано название всех стран. Как же нафиг открыть, чтобы мне вам показать, растянуть полный рост всех стран. И они изображены в виде материков, в виде карты вот такой вот. Я не знаю, с какой стороны она начинается, поэтому мне не очень непонятно. Но надеюсь, что будет понятно вам. А, здесь тоже, кстати, будет непонятно, потому что они еще не расклеены. Все как-то должны быть расклеены на стене. Ну вот видите, вы Россия, да где? О боже. Ну я же всех стран не знаю, почему вот такие китайцы наобладелают на отдельных листьях. Я точно перепутаю что-нибудь. И приклею ее совестно. В общем, так, Бразилия. Ну это, понятно, Южная Америка. А, здесь маленькие есть. Маленькое, короче, изображение, как это все должно быть. В общем, вот это вот все. Евразия, Африка, Северная Южная Америка, Австралия. Запоминайте название, кто не знает. И вот тут нарисовано, как это все должно быть. Но мне теперь нужна вот такая вот белая стена, чтобы это так красиво все расклеить. Вообще классная, мне кажется, идея. Мне понравилась эта идея очень, когда я ее увидела на Алиэкспресс. И решила себе заказать. Но теперь я реально не знаю, когда я смогу это наклеить. Потому что у нас нет белой стены нигде такой нормальной в доме, чтобы можно было это все наклеить. Но я очень надеюсь, что желание мое сбудется. И я все-таки приклею к стене. И буду ходить и смотреть, какая же яркая, прикольная, интересная карта у меня наклеена. И может быть даже выучу название всех стран на планете Земля. Как вам идея? Ну а ссылочки, как всегда, будут под видео. Смотрите, если вам тоже это интересно. Спасибо за внимание. Ваша любовь. Пока-пока. До новых. До скорых встреч. До новых встреч.